вот урок для тех кто говорит что не надо проветривать теплицы в них все так зашибись а по-русски сегодня господа у меня забыли открыть окна и двери и вот что произошло все труды которые я выращивал просто пошли вот такие матерные слова вырывается наружу это полный трэш все все что я зимой рассаду раньше все понимаете все вообще сварилась смотрите все сварилась они сварились реально все выкинуть просто руки опускается из-за одного просто вот вы представляете вот вам вот вам битва вот она утра залил все водой литров 200 наверное здесь все бежит посмотрим что будет дальше не знаю день прохладно вот такая жизнь судьба нашего огорода мы еще прорвемся уже новые замучили семена на новый год будем хрустеть все кто у нас новые подписчики отвечает это у нас зимняя теплица термос так называем она полностью герметична кроме двери и форточки дальней которые открываются летом то есть есть на и вас работает кругу мы работаем круглосуточно без выходных у нас есть ночная смена и дневная поэтому летом когда жарко ночная например или закрывает дверь или открывает и утренняя также в зависимости от погоды так вот утренняя смена забыла просто тупо открыть и поэтому мы сейчас у нас вот такие пенечки видите а в зимний период как осуществляется когда тоже жарко когда мы также у нас сгорело в первый год осуществляется все просто принудительная вентиляция стоят вот эти вот 160 вентиляторы все полностью и засасывается холодный здесь даже вентилятор автоматически стоит холодный воздух здесь здесь через клапана и тем самым поддерживается температура стоит вентилятор на автомате то есть автоматически эта вентиляция включается по датчику видите сейчас вверху 28 градусов и она автоматически включается зимой здесь вообще проблем нету мы справились с жарой в летний период я так понимаю надо ставить здесь систему кондиционирования автоматически что было потому что проветривание чтобы не нарушить герметичность невозможно поставить по причине того что у нас идет двойной слой поликарбонат четверка и десятка вот такие вот дела а теперь смотрите все-таки одни пенечки остались думаю пасынки будут некоторые витя жили даже уже перцы конечно все погибли как погибли плоды но расти будут то есть остались например я вам расскажу что вот этому например сколько теплицы вот этому перцу уже наверно третий год или два года в общем очень много и он спокойно подоносит круглый год потихоньку вот все рассказал задавайте вопросы подписывайтесь ставьте лайки комментируйте мы всегда с вами и ответим вам спасибо огромное за просмотр вот такой у нас сюр а это все человеческий фактор как и с теплицами вот тоже самое что теплица что отношение к работе отношения к людям вот чем это оборачивается оборачивается иногда трагедии а в теплицах это разрушение теплицы вы купили некачественную теплицу без гарантии поэтому обращайтесь там покупайте у нас гарантией мы всегда рады всем поможем